Ремонтные работы на Кремлевском валу идут с начала июля и продолжаются по сей день. Срезано уже несколько тонн асфальта, а под ним дорожников ждал сюрприз – брусчатка 19 века. Правда, обращаются с ней, как с обычным грунтом. Сама территория, на которой ведутся ремонтные работы – это ров древнего города Переславля-Рязанского. Согласно постановлению Министерства культуры, с 2013 года это место объявлено выверенным объектом археологического наследия. Любые работы должны проводиться под наблюдением археологов, но сейчас этого не происходит. Ближайшие к месту ремонта раскопки находятся более чем в 100 метрах, и они с работами никак не связаны. Там как раз и трудится научный сотрудник Рязанского музея-заповедника Василий Судаков. Он рассказал, что проводились раскопки именно на самой территории Острога, который немного выше Кремлевского вала. Археологами, помимо предметов быта, были найдены остатки Московской улицы, которая вела от Кремля к Московской подъездной башне. Получается, что и во время дорожных работ можно было бы совершить много важных открытий. Понятно, что аварийные работы, но, конечно, это тоже не делает и не выходит. Просто мы очередную частичку истории просто уничтожили. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно куда точнее рассказать об истории нашего города. Уже когда экскаватором вынут слой, он уже свою информативность почти теряет, я считаю, где-то 90-95%. Потому что для нас важно не просто взять эту землю и перебрать, что там найдется. В основном это будет керамика и кости, может быть какие-то интересные предметы, даже что-то может очень интересно. Но для нас главное не просто собрать отдельные предметы, для нас собрать нужную информацию. А остается самый главный вопрос, как повлияли бы археологи на скорость дорожных работ. Ведь асфальт провалился еще в начале июля, и ремонт пришлось делать оперативно. Я бы не сказал, что оно очень много замедлило. Это, конечно, единственное только финансово затратно, потому что, ну, соответственно, нужно проводить работу. То есть смотреть, фиксировать, зарисовывать, фотографировать, отбирать какие-то материалы. Василий Судаков рассказал, что такие работы не требуют постоянного вмешательства археологов. Землю раскапывают только в тех местах, где была старая траншея. Поэтому простого присутствия археологов было бы достаточно. Они бы делали необходимые фотографии и пометки. Учитывая крайнюю скудность письменности по истории Переславля-Рязанского, любые археологические исследования могут нести в себе важную историческую информацию. Сейчас часть исторического пласта утеряна навсегда. Теперь мы ждем комментариев от начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.